Расследование тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, одно из основных направлений работы Следственного комитета. С целью профилактики Нерюнгри посетила старший помощник руководителя Республиканского следственного управления Надежда Дворецкая. Она отметила работу Нерюнгринского отдела как одного из лучших в регионе. Подробности далее. По количеству находящихся в производстве и оконченных дел, где обвиняемыми являются несовершеннолетние, Нерюнгри держится на уровне прошлого года. По первому кварталу мы имеем уже рост происшествий, связанных с несовершеннолетними, где они являются потерпевшими. В том числе это связано и с покушениями на самоубийство несовершеннолетних. Также у нас по этому году по сравнению с прошлым годом идет рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, где они являются подозреваемыми и обвиняемыми. Это по всей территории Нерюнгринского района. Сегодня эта тема является одной из самых сложных и злободневных проблем. Поэтому необходимы разъяснительные беседы и среди несовершеннолетних. Немаловажным вопросом в освещении все-таки работы и следственного управления, и в профилактике, скажем так, различного рона преступлений и правонарушений является тот момент, когда школьники должны сами осознавать последствия своих каких-то необдуманных действий и каких-то решений. Систематическая работа отдела как по этому, так и по другим направлениям деятельности дала свои результаты. По итогам прошлого года Нерюнгринский отдел занял второе место в профессиональном конкурсе среди следственных отделов республики, в котором за первенство боролись 18 отделов. Одним из наиболее важных является, конечно, качество следственной работы, потому что это является первым требованием к сотрудникам Следственного комитета. Те требования, которые на сегодняшний день выполнил Дмитрий Валентинович, они вот и позволили ему занять, его отделу занять второе место. Преступность несовершеннолетних при значительных масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер. Задача правоохранительных органов в настоящее время не только раскрывать такие преступления, но в первую очередь предупреждать их.